Спасибо. Здравствуйте, Татьяна Викторовна. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Да, я сделала разрешение для скачивания, и сейчас я выложу ссылку. Вы можете скачать ее, пройти по этой ссылке и получить дополнительные материалы по нашему сегодняшнему вебинару. Потом еще продублируем тоже эту ссылку. И давайте тогда начнем. Еще раз представлюсь. Меня зовут Журова Инна Александровна. И сегодня мы с вами будем разговаривать о пластилинографии и ее использовании в педагогической работе с детьми дошкольного возраста. Информация, представленная мною, будет полезна специалистам дошкольных учреждений, воспитателям, логопедам, дефектологам, психологам и, конечно же, родителям. И очень хорошо, если вебинар наш пройдет не в качестве моей лекции, а если вы также поделитесь своим опытом применения данной технологии в своей профессиональной деятельности. Уважаемые участники, все ли хорошо слышно? Меня слышно нормально? Спасибо вам огромное. Тогда нужно... Так, а видео есть? Меня видно по видео? А, все. И даже видно. Замечательно. Если... Отлично. Тогда нужно будет перезать. И спасибо вам огромное. Все хорошо тогда. Спасибо за вашу активность, обратную связь. Итак, тогда продолжаем. И когда человек рождается, он начинает познавать мир. Причем делает это самым эффективным и безотказным способом. Все нужно увидеть, услышать, пощупать руками, попробовать на зуб. Ребенок узнает мир с помощью манипуляций, то есть действий с различными предметами, которые позволяют ему узнать и изучить их свойства, при этом познавая и свои творческие способности, изменить то, к чему прикасается. Одним из помощников ребенка в этом важнейшем для его развития деле является пластилин. И, пожалуй, невозможно найти такого ребенка, который бы не любил лепить из пластилина. Мягкий и податливый. Он может принимать любую форму. В отличие от других видов творчества, таких как рисование, аппликация, неудавшуюся пластилиновую поделку можно легко исправить. И такие качества привлекают ребятишек, поэтому они с удовольствием занимаются лепкой. В продаже можно найти любой вид пластичного материала для творчества и организовать занятия ребенку. Довольны и взрослые, и дети. Между тем, не всем взрослым известно, что пластилина можно еще и рисовать, создавая целые объемные картины. Такой вид деятельности называется пластилинография. И что же это такое? Пластилинография – это такой вид лепки, который заключается в создании на плотной горизонтальной основе объемных фигур и композиций. Но в то же время данное направление творческой деятельности можно отнести к рисованию, так как в результате получается картина из пластилина. Пластилинография – одно из самых молодых направлений изобразительного творчества. Нетрадиционная техника лепки, которая позволяет создавать выпуклый, барельефный образ за пластилином на твердой горизонтальной поверхности. И сегодня пластилинография активно используется в дошкольных образовательных учреждениях. Занятия пластилинографии представляют большую возможность для развития и обучения детей. Они способствуют развитию психических процессов, внимания, памяти, мышления, восприятия, воображения, развитию мелкой моторики, развитию пространственной ориентации, сенсомоторной координации. То есть тех школьно значимых функций, которые необходимы для успешного обучения в школе. Дети учатся планировать свою работу и доводить ее в итоге до конца. Кроме того, деятельность по пластилинографии способствует снятию мышечного напряжения и расслаблению. А также развитию творческих способностей. Усвоенная ребенком система приемов работы с пластичными материалами поможет появиться новым замыслом и творческим находкам. Дошкольный возраст является наиболее актуальным для владения различными видами деятельности, в том числе и творческими. Дети одарены ко всем видам искусства, но самое прочное признание они получили в изотворчестве. И неудивительно, ведь продукт их деятельности – картина. Изделия можно хранить, экспонировать, изучать, как свидетельство талантливости маленького автора. Техника пластилиновой графики в лепке вообще уникальна. Детям с удовольствием придумывают новые интересные темы для картин. Первые успехи обязательно вызовут у детей желание создавать композиции в собственном самостоятельном творчестве. С удовольствием принимать участие в конкурсах и побеждать. Так как эта техника является необычной, привлекающей к себе внимание и интерес. Развить способности – это что? Значит вооружить ребенка способом деятельности. Дать ему в руки ключ к развитию творческих способностей. Создать условия для выявления и расцвета его одаренности. Одним из немногих достоинств занятий по пластилинографии является интеграция образовательных областей. По ознакомлению с окружающим миром и природой, развитию речи и так далее. Техника доступна детям уже с младшего до школьного возраста. Позволяет быстро достичь желаемого результата. И вносит определенную новизну в творчество детей. Делает его более увлекательным и интересным. При успешном овладении техникой пластилинографии можно выполнять коллективные работы. Создавать картины, оригинальные подарки для родителей, для друзей и так далее. Нестандартные подходы к организации изобразительной деятельности удивляют и восхищают детей. Тем самым вызывая стремление заниматься таким интересным делом. Оригинальное рисование раскрывает креативные возможности ребенка. Позволяет почувствовать краски и характер, и настроение. И каковы же цели и задачи обучения дошкольников пластилинографии. Это формирование навыков работы с пластилином. Развитие интереса к художественной деятельности. Освоение новых приемов. Скатывание, надавливание, размазывание. И создание с их помощью сюжетных картин. Обучение, умение ориентироваться на листе бумаги. Развитие мелкомоторики, координации движений рук, глазомера. Воспитание усидчивости, аккуратности в работе. Желание доводить начатое дело до конца. И развитие художественного творчества, эстетических чувств. Для занятий пластилинографии понадобится нам с вами, конечно же, пластилин в первую очередь. Что еще нам пригодится? Медицинский или кондитерский шприц. Специальные дощечки для лепки. Основа для картины из плотного картона. Если есть ДВП, то можно ДВП взять или фанеру. Специальные трафареты, шаблоны для пластилинографии. Скалки, стеки, ножницы, пуговицы, бусинки, пайетки, бросовые материалы. Ракушки, скорлупки орехов, шишки, веточки, галька. Сюда же еще нам пригодится крупа, зерно, яичная скорлупа и влажные салфетки. И немножко поговорим об особенностях используемого материала. Поскольку это важно. Пластилин – мягкий пластичный материал, который способен принимать заданную ему форму. Он может быть простой, может быть скульптурный, восковой, перламутровый, флуоресцентный, шариковый, может быть в брусочках, в колбасках, в ячейках, в ведрах. Выбрать пластилин не проблема. Но выбрать по душе еще надо постараться. И выбор пластилина зависит от того, кто будет лепить. Ребенок или... О, да, чеснокодавилка тоже замечательно, очень хороший материал. Итак, то есть здесь мы с вами ориентируемся, кто будет лепить. Ребенок или взрослый. Что будут лепить? Отдельно стоящие фигурки или пластилин будет размазываться по поверхности. Только чистые цвета или они будут смешиваться. Отечественный пластилин хорошо подходит для лепки фигурок, человечков, животных и тому подобное. Он достаточно липкий, так что вылепленные детали надежно будут склеиваться между собой. Но для малышей я бы его, честно скажу, не советовала. Отечественный пластилин не очень пластичен. Перед тем, как начать лепить, его нужно очень хорошо размять, долго разминать, чтобы он стал мягче. И маленьким детям часто бывает это не под силу. При работе с обычным отечественным пластилином руки немного пачкаются. Удалять его с рабочей поверхности тоже довольно трудно. И доски для лепки приходится мыть горячей водой. Прилипает он и к скалкам, и к формочкам для моделирования. Но если вы все-таки решите поддержать отечественного производителя, то здесь советую обратить внимание на продукцию компании «Луч» и «Гамма». Но время не стоит на месте. Сейчас век у нас новейших технологий, и все новые и новые изобретения радуют и облегчают нашу жизнь. Несколько лет назад российские производители выпустили новый вид пластилина – восковой. Этот пластилин создан специально для еще неокрепших детских ручек. За счет своей восковой основы он мягче и пластичнее обычного. Безопасен при использовании по назначению. Кусочки воскового пластилина надежно прилипают друг к другу. Благодаря этому он отлично подходит для изготовления пластилиновых панно. Также крупный мелкозерновой пластилин. Этот пластилин так называют, потому что он состоит из мелких и крупных шариков, склеенных между собой. Склеены они между собой и клеевой нитью. Еще тоже очень хорошо использовать пластилин перламутровый. Перламутровый пластилин очень мягкий. Буквально тает в руках, поэтому советую использовать его для пластилиновой живописи. Массу для лепки из такого пластилина нужно лепить очень быстро, так как масса быстро застывает и высыхает. Он очень легкий при лепке. Его, можно сказать, даже не чувствуешь в руках. При работе с пластилином может возникнуть ряд отрицательных моментов. Долго лежавший пластилин становится твердым. Его трудно размазать, подготовить к работе, особенно детскими пальчиками. В состав пластилина входят жировые компоненты, поэтому на бумажной или другой основе со временем появляются жирные пятна. И всех этих неприятностей можно избежать, если следовать некоторым советам. И какие? Первое – это твердый пластилин нужно разогреть перед занятием в емкости с горячей водой. Опять же, можно из-под крана, если есть у вас, но при этом не заливать кипятком. Следующее – что при работе с пластилином следует использовать как основу не тонкие листы бумаги, а плотный картон, чтобы не происходила ее деформация при выполнении приемов придавливания, при выполнении приемов сплющивания, во время закрепления предметов на горизонтальной поверхности. Чтобы картинка со временем не потеряла своей привлекательности, следует основу с предварительно нарисованным контуром или без него покрыть скотчем. И это поможет избежать появления жировых жирных пятен. Работать на скользкой поверхности легче и при помощи стейки проще будет снять лишний пластилин, при этом не оставляя следов. И еще один секрет такой – на рабочем столе ребенка обязательно должна быть тканевая салфетка для рук, чтобы он мог воспользоваться ею в любое время. После выполнения работы сначала вытереть руки салфеткой, а затем уже вымыть их водой с мылом. И каковы же правила работы? Тоже очень важно соблюдать. Обучение технике пластилинографии происходит быстро. Детям необходимо просто отрывать от куска материала небольшие части нужного цвета, а затем делать из них маленькие шарики. Эти элементы требуется приклеить к листу бумаги с нарисованным на нем изображением в нужном месте. После размещения на поверхности очередной детали картины ее слегка прижимают пальцем. И такая процедура удобна тем, что позволяет исправлять допущенные ошибки без каких-либо лишних усилий. Когда малыш создает на полотне пластилиновое изображение, необходимо соблюдать методику действий. В работе используется только яркий материал, которому легко задавать необходимую форму. Так будет проще ручкам, которые еще не слишком окреплены. Создавать эксклюзивные рисунки. Для закрепления полученных навыков разделяйте этапы обучения. Вначале покажите, как надавливать на материал, потом тренируйтесь в его размазывании, и после сосчитайте в игре уже оба способа. И какие же могут быть рекомендации для педагогов по организации занятий. С детьми дошкольного возраста. Поскольку речь все-таки идет о творческих способностях, то предоставляйте детям больше самостоятельности. Разнообразить занятия для поддержания интереса к изобразительной деятельности. Очень тоже важно не критиковать неумелые действия детей, чтобы вера у ребенка не была подорвана. Вера в собственные силы. Выражением одобрения способствовать стремлению детей добиваться лучшего, лучших результатов в своих работах. Занятие должно быть организовано в форме игры, поскольку помним, что ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста – это игра. Либо содержать игровые ситуации и действия. То есть мы можем с вами варьировать. Разумно чередовать разнообразную активную деятельность и отдых, чтобы предупредить детское переутомление. И в избежание нарушения осанки осуществлять строгий контроль за посадкой детей во время занятий. И также мы еще в процессе занятий пластилинографии, и вижу, что дети начинают уставать, то я им предлагаю отвлечься немножко и выполнить упражнения для осанки или какие-либо еще другие физические упражнения. И дети переключаются, тогда не устают, и с удовольствием возвращаются обратно к своей, скажем так, поделке, к своему художеству. Первые успехи в работе вызовут у детей желание создавать тематические картинки. Сначала, конечно же, под руководством взрослого, а затем уже будут подталкивать к самостоятельному творчеству. И это будет способствовать развитию воображения и фантазии воспитанников. Почему тоже важно, почему не могу обойти стороной вообще творческие способности? Дело в том, что я являюсь нейропсихологом также. И по моему опыту, по моим наблюдениям и в результате исследований научных было выявлено, что детям до 7 лет мыслят целостно. У них активны оба полушария головного мозга. Затем, когда ребенок идет в школу, система образования построена таким образом, что тренируется левое полушарие, которое у нас отвечает с вами за логическое мышление. Правое отвечает за образное мышление, творческие способности, левое за логическое мышление. То есть в течение школьного периода происходит тренировка одного полушария, левого. Правое полушарие в итоге, что с ним происходит, он уже не тренируется, да, и идет ассинхрония в работе головного мозга. Что происходит дальше? Когда ребенок выходит из школьного возраста, заканчивают школу, и это уже официальная статистика, то ребенок выходит в возрастную жизнь как минимум с двумя психосоматическими заболеваниями. Так вот, важно, чтобы мы развивали творческие способности. Объясняли родителям, почему не нужно направлять столько внимания на какую-то одну часть, только на тренировку левого полушария. Если мы хотим в итоге прийти во взрослом состоянии здоровыми, а здесь еще и плюс ко всему возрослым состоянию у нас, проблемы с памятью, с вниманием, со скоростью мыслительных процессов. Почему? Потому что межполушарное взаимодействие не сформировано. Почему детям даются вот такие задания, выполнение таких заданий сложно? Потому что уже идет асинхрония в работе головного мозга. Итак, поэтому со стороны, с нейропсихологической точки зрения важно все-таки уделять внимание и творческому развитию. Когда же мы можем с вами уже начинать заниматься пластилинографией с детьми? С двух-трех лет. Уже допустимо. И обязательно обращаем внимание, конечно же, на особенности возраста и полученные умения, чтобы из-за сложных заданий малыш не потерял интерес. В соответствии с требованием, с требованием федерального государственного общеобразовательного стандарта, творческое развитие детей является одним из основных направлений педагогической деятельности дошкольного образовательного учреждения. Пластилинография позволяет успешно решать цели и задачи образовательно-воспитательной деятельности в разных возрастных группах. Итак, начинаем с двух-трех лет. Ранний возраст считается оптимальным для начала занятий с использованием пластилина. И уже в два года дети под руководством взрослого способны создавать шедевры, говорим о шедеврах, из пластичного материала. Главная цель занятия пластилинографией с детьми двух-трех лет – это развитие, конечно же, мелкой моторики рук. То есть здесь мы говорим пока только о мелкой моторике. Тоже очень важно. Нервные окончания, которые расположены на кончиках пальцев, необходимо стимулировать с помощью лепки, так как это необходимое условие становления речи у малышей. Также с целью развития речи на занятиях педагог просит детей придумать рассказ или сказку, в которой упоминался бы тот предмет, который они слепили. Кроме того, лепка и создание картин из пластилина создают предпосылки для развития мышления и эстетического вкуса детей. Важно помнить, что для достижения поставленной цели педагог должен озвучить цель деятельности и поддержать у детей интерес к ней на протяжении всего занятия с помощью игровых методов и приемов. И какие задачи решаются в работе с детьми двух-трех лет? Это формирование у детей раннего возраста усидчивости, стремление довести начатое дело до конца, формирование умения выполнять работу по образцу, формирование навыков сотрудничества, групповой и парной работы, формирование умения оценить свою работу или работу товарища. Уже начинаем. Конечно, да, многие дети сейчас идут в задержку речевого развития, но тем не менее мы все-таки стимулируем детей. Развитие навыков пространственной ориентировки, обучение базовым приемам лепки, обучение детей выполнять работу последовательно и аккуратно и создание условий для развития воображения и творческой самореализации. Начиная где-то приблизительно с трех-четырех лет, пластилинография позволяет детям совершенствовать навыки лепки. Для успешного решения этой задачи педагогу необходимо сформировать у воспитанников устойчивый интерес к изобразительному искусству. В период с четырех до шести, семи лет в процессе создания картины из пластилина решаются различные психолого-педагогические задачи. Во-первых, это обучение соблюдению границ рисунка. Это формирование базового запаса знаний о свойствах пластилина. Обучение правилам использования лепки декоративных материалов бусин, пайеток, веточек и тому подобное. Закрепление представлений о сенсорных эталонах, развитие координации действий правой и левой руки, совершенствование глазомера, стимулирование творческой активности дошкольников, развитие эстетического вкуса и навыков, создание гармоничной композиции. Развитие коммуникативных навыков, также идет подготовка руки к овладению письмом. И, конечно же, развитие аккуратности, старательности и терпения. Начиная с 5-6 лет на занятиях по пластилинографии можно использовать шаблоны для формирования у детей умения превращать плоскую фигуру в объемную. А для детей с 6-7 лет становится доступным самостоятельное изготовление шаблона для дальнейшей работы с ним в технике пластилинографии. Итак, 7-8 лет, буквально быстренько, поскольку это все-таки уже школьный возраст, целью пластилинографии здесь в работе с детьми старшего, дошкольного и младшего школьного возраста является обучение их сложным приемам лепки. Дети в возрасте 4-5 лет научились базовым действием катать колбаски, шарики, а на данном этапе детей учат техникам пластилинографии, необходимым для создания полноценной композиции. Это выдавливание пластилина из шприца. Из шприца все, уже заговариваюсь, извините. Дальше что? Размазывание. Что еще сюда? Скручивание. И техника пластилинографии в работе с детьми 7-8 лет предполагает решение таких психолого-педагогических задач, как создать условия для развития нагляднообразного мышления, развития креативности, инициативности, формирование умения выразить в картине собственный замысел, формирование умения самостоятельно подобрать цветовую гамму и дополнительные декоративные элементы для создания композиции, формирование умения сочетать в работе несколько приемов лепки. И здесь же идет расширение активного словаря и формирование коммуникативных навыков. Как правило, младшие школьники, выполняя картинку в технике пластилинографии, предпочитают работать с шаблоном индивидуально. И уже таким детям не нужно давать пошаговую инструкцию для выполнения работы. Они способны самостоятельно с помощью трафаретов создавать шедевры на заданную тему. И самыми интересными видами пластилинографии являются... Поговорим о видах. Первое – это прямая пластилинография, которая подходит для занятий с малышами. Эта техника предполагает, что рисунок создается на небольшом листе картона. Сначала изготавливаются базовые элементы из пластилина – шарики, колбаски. А затем их располагают на картоне и слегка придавливают. Как правило, композиция строится из крупных деталей. В ней используют 2-3 цвета пластилина, при этом не смешивают их между собой. Если использовать эту технику при работе с детьми, с детьми 4-6 лет, то можно сначала предложить им создать из пластилина фон для будущей картины. Для этого небольшие кусочки пластилина. Дети пальцами размазывают по всей поверхности листа. И затем уже на этот фоновый слой пластилина крепятся детали композиции. И каковы же здесь особенности выполнения работы? Скатывать поочередно детали изображаемого объектом. Сначала объемные формы в виде шарика, колбаски. Располагать их на горизонтальной поверхности и затем расплющивать, размазывать, тем самым соединяя детали. Следующий вид – это многослойная пластилинография. Эта техника предполагает создание рисунка с помощью нанесения на лист картона нескольких слоев пластилина. И такая техника подходит уже для детей подготовительной группы дошкольного образовательного учреждения. Каковы же здесь особенности? Для начала мы берем разные цвета пластилина. Делаем из них пластинки. Заготовки накладываются одна поверх другой. Мы получили так называемый слоеный пирог, при изготовлении которого желательно идти от темных цветов к светлому. То есть идем от темных к светлому. Только единственное, не стоит прижимать слои очень сильно друг к дружке. Просто накладываем, положить один слой на другой. Затем можно очень аккуратно согнуть нашу заготовку по средней линии. Она проходит там, где заканчивается верхний самый маленький слой. Или скатываем колбаску и разрезаем ее. Можно ниткой разрезать. Следующая у нас с вами – это будет витражная пластилинография. В качестве основы в данном случае используют стекло или прозрачный пластик. Я, например, люблю, что давать, и безопасно детям, и в принципе, это вообще у нас в обиходе есть, пышки от сметаны. Прозрачные, пластиковые, их много. На прозрачном материале рисуют маркером все детали композиции, а затем заполняют их пластилином. И особенности выполнения этой работы. Используем для работы пластиковую прозрачную поверхность, прозрачные пластиковые крышки, контейнеры можно, ну и так далее. С обратной стороны прозрачной поверхности маркером нарисовать контур рисунка. Скатываем поочередно детали изображаемого объекта. Сначала объемные фигуры в виде шарика, колбаски, и располагаем их на поверхности, растирая и заполняя детали изображения. Следующая это модульная пластилинография, которая сочетает в себе приемы лепки. В результате модульного творчества получается картина из спиралек, шариков, лепешек, колбасок, косичек, цилиндров и тому подобное. Что еще? Мозаичная пластилинография. И эта разновидность предполагает составление композиции из мелких шариков пластилина. Считается, что такой вид пластилинографии лучше всего готовит руку дошкольника к письму. Поэтому работы в этой технике часто выполняются в подготовительной группе в дошкольном образовательном учреждении. И скатываем мелкие шарики нужного цвета, располагаем их на горизонтальной поверхности, заполняем поверхность изображаемого объекта соответствующего цвета. И слегка прижимаем. Следующий вид это контурная пластилинография. И эта техника может воплощаться как на картине, так и на шаблоне. Для детей 3-4 лет для такого рекомендуется использовать шаблон, чтобы научить их из жгутиков выкладывать фигуру по контуру, постепенно заполняя ее пластилином. Нужно сначала нарисовать рисунок карандашом или маркером, скатать из пластилина колбаски или тонкие жгутики и последовательно выкладывать длинный жгутик по контуру изображения. Можно заполнить жгутиками другого цвета внутреннюю поверхность изображения. Спасибо вам огромное за ваши отзывы. Очень приятно видеть, что есть польза от материала. Следующий, второй вариант уже контурной пластилинографии это рисование с помощью шприца по контуру. Для этого в медицинский или кондитерский шприц помещается брусок пластилина. Для размягчения бруска шприц на некоторое время нужно поместить в горячую воду. Размягчается пластилин, все хорошо, и тогда потом проще будет все это выходить. Следующий у нас будет с вами это фактурная пластилинография. Это создание объемных композиций для успешного выполнения работ в этой технике. Так вот, температура воды чуть теплее, чем комнатная. То есть не кипяток, однозначно не кипяток. Чуть теплее, потому что комнатная все равно, конечно же, так не размягчит. Чуть погорячее, я смотрю рукой. По градусам, честно скажу, даже не мерила. И опять же, тоже зависит от того, какой вы пластилин используете. Если наш советский, русский, российский, то тогда, конечно же, он твердый, и нужно, чтобы температура была выше. Следующее, что у нас, это фактурная пластилинография. Это создание объемных композиций. Для успешного выполнения работ в этой технике понадобится специальный валик с тем изображением, которое хочется вылепить. В данном изображении рисунок выпуклый, делят на три вида. Борельеф, немного выпуклое изображение над фоном, горельеф, сильно выпуклое изображение над фоном, и контррельеф, рисунок вогнутый или углубленный. Да, сейчас просто еще не успеваем. Все это будет с образцами. Создание фактурной поверхности можно получить продавливанием тонких бороздок, стекой, расческой, зубочисткой, колпачком от фломастера, рельефным валиком, прижимая кружево и тому подобное. Можно создать эффект пушистости, продавив пластилин через металлическое ситечко. И каковы же этапы осваивания различных видов пластилинографии? Вторая младшая группа – это прямая пластилинография, средняя группа – это мозаичная пластилинография и контурная. Что еще? Старшая группа у нас – это фактурная пластилинография, модульная, и подготовительная – это многослойная. Приемы и работы с пластилином для детей разных возрастных групп будут различными. При систематических занятиях детям за 2-3 года обучения осваивают различные способы и приемы работы. Вы можете скачать презентацию. Я уже тогда не буду, времени немножко остается, чтобы мы с вами… В принципе, тут интуитивно размазывание, заглаживание, налепливание. То есть это мы с вами уже тут знаем, как это делается. И тогда пойдем дальше. Следующее – это у нас будут шаблоны для пластилинографии. Они значительно облегчают организацию занятий с малышами. Дети в возрасте 2-3 лет, еще им сложно самостоятельно придумать сюжет для картины или создать композицию на заданную тему. В качестве шаблона выступает силуэт того или иного предмета, который дети будут декорировать пластилином. Кроме того, использование одинаковых шаблонов предполагает изначальное равенство детей. То есть не будет споров из-за того, что у кого-то поделка больше, например, по размеру, а у кого-то меньше, и такое бывает. Детские работы, выполненные на шаблоне, в результате получаются одинаковые по размеру, но разные по наполнению. И, к примеру, этой темой занятия может быть Новый год. Детям можно раздать шаблоны в виде елочных шариков. И каждый ребенок украсит этот шарик пластилином так, как ему хочется. В дальнейшем можно будет нарисовать на ватмане елку и прикрепить на нее детские работы в технике пластилинографии. Итак, аппликация на стекле. Ну или в пластиковые крышки от контейнера. То, что я вообще использую. Ну вот, мы сейчас как раз к этому и подходим. Итак, кусок стекла предварительно, конечно же, нужно тщательно вымыть с мылом или моющим средством для стекла. Просто дело в том, что насколько вам важны картинки или текст. Тут вот момент какой. Вот. Поэтому все-таки считаю, что информационная часть, она важнее. Но это лично мое мнение. Итак, поскольку если фотографии много накладывать, то буду заниматься тем, чтобы листать презентацию и не рассказывать о смысле этого вида творческой деятельности. Итак, кусок стекла, если берем пластиковую крышку, то моем тщательно, моем с мылом, моющим средством. И дальше нам нужно просушить. Края стекла, если берете стекло все-таки, почему я не очень люблю брать именно стекло, то лучше заклеить скотчем или изолентой, чтобы ребенок не поранился во время работы. Перенесите рисунок на стекло при помощи маркера, заполните элементы рисунка пластилином, для чего подбираются нужные по размерам кусок пластилина. И хорошо разминают его в руках, размазывают по стеклу. Новый цвет нужно наносить последовательно и отдельно. И после того, как аппликация закончена, нужно снять скотч с краевы, если вы использовали, и наложить на пластилиновую поверхность фон, например, с цветной бумаги. А сверху плотно еще одно стекло можно взять такого же размера и затем плотный картон. Это для того, чтобы на дольше хватило. По контуру полученную работу обклеивайте полосками из цветной бумаги, чтобы получилась аккуратная рамка. Аппликацию также можно выполнять и на листе плотного картона, но в таком случае на основе будут оставаться жирные пятна от пластилина. Пластилиновая картина. Картина – это, конечно же, уже более сложный вариант аппликации из пластилина. И здесь потребуется некоторый навык работы с этим материалом. Умение смешивать цвета и аккуратность. Технологию пластилиновой картины лучше всего начинать осваивать в простых изображений небольшого размера. В процессе выполнения картины в пластилиновой технике у каждого вырабатывается свой стиль, манера, появляется уверенность в работе с материалом, собственные рецепты получения тонов и оттенков, а также маленькие хитрости и секреты. И, конечно же, для создания пластилиновой картины потребуется сюжет, основа. В качестве идеальной основы подойдет плотный картон, пластилин, также может быть фанера понадобится и стек. Картина, выполненная из пластилина, может быть как плоской, так и выпуклой, в зависимости от составляющих ее деталей. Картина может быть квадратной, круглой, овальной и так далее. И пластилин на основу наносит с помощью стека или пальцами. Размазывать пластилин по картону лучше, конечно, все-таки руками, так как материал под давлением ложится ровным тогда слоем на поверхность. Итак, основа у нас картон, оргстекло, фанера, клеенка может быть. В качестве инструментов нам понадобится набор стеков, ножницы для вырезания деталей, канцелярский нож, скальпель, если есть, шило, зубочистки, скалка, расческа, металлическая ситечка, чеснокодавилка или специальный пресс для пластилина. Может еще также пригодиться обычный медицинский шприц, специальные наборы формочек и шприцы для пластилина. Карандаш обычный, простой для рисования эскиза. И что дальше? Стакан с водой нам нужен будет для смачивания рук, чтобы пластилин не прилипал. Салфетки для рук и, конечно же, хороший пластилин. Придумываем эскиз, выбираем цвета, изображение, фон, подбираем нужный формат картины и решить нужно, какого размера и какая форма будет. И в соответствии с этими размерами подготавливаем основу. Следующее у нас это смешение цветов. При создании лепной работы могут понадобиться разнообразные цвета. Разнообразные цвета пластилина, их оттенки. И для получения нужного оттенка можно соединять пластилин различных цветов и сортов. Помним о том, что есть основные цвета – желтый, красный, синий. При их смешивании получаем новые цвета. Смешав желтый с синим, получаем зеленый. Желтый с красным, оранжевый. Красный с синим, фиолетовый. Смешивать одновременно более двух цветов не рекомендуется. И, например, если получить розовый для лепки рук, ног, лица, нам понадобятся какие пропорции? Одна пятая часть красного и четыре пятых части белого пластилина. Темный, темно-серый, например, для лепки волка, да, если мы вдруг на картине лепим волка, то три пятых части черного плюс две пятых части белого. Да, вот, спасибо тоже огромное. Да, картон ламинированный для многоразового использования. Тоже, кстати, очень люблю и вообще много ламинирую, чтобы как можно дольше можно было использовать. В различных вариантах. Что еще? Светло-серый, если зайчика нам нужно слепить, то семь восьмых берем белого и одну восьмую часть черного. Светло-зеленый для листочков. Одна треть желтого и две трети зеленого. Фиолетовый, одна треть красного и три треть синего. Что еще? Что как мы можем с вами придать прочность нашей пластилиновой поделке? Для того, чтобы сохранить фигурку из обычного пластилина надолго, мы можем покрыть ее двумя-тремя слоями водоэмульсионной краски. Главное, чтобы не оставалось подтеков. Краска будет хорошо ложиться на пластилиновую поверхность, если ее при этом предварительно обезжирить. Для этого используем тальк, крахмал или муку, которые наносятся на изделие сухой кисточкой. После того, как краска высохнет, фигурку раскрашивают гуашью и покрывают лаком. Обработанная таким образом фигурка будет долго храниться, выглядеть так, как настоящая картина или статуэтка, если делали так. Единственное, что нужно, это, конечно же, предохранять творчество, то, что получилось от падения, чтобы не деформировалось. Для получения прочной поверхности пластилиновой поделки можно воспользоваться другим способом. На изделие наносят тонким слоем клей и присыпают манной крупой. И после того, как поверхность высохнет, ее покрывают белой водоэмульсионной краской. А после высыхания расписывают акриловыми красками. И этот способ займет, конечно же, некоторое время, так как нужно будет хорошо просушить каждый нанесенный слой. И здесь мы с вами уже время немножко, быстренько пробежимся. Что мы можем использовать дополнительно в качестве дополнительных стимулов? Дидактические игры, которые являются одним из основных видов деятельности детей. Сюрпризный момент. В гости приходят, например, любимые герои сказки, кукла и так далее. Просьба о помощи. Дети никогда не откажутся помочь слабому, тем, кто младше. Им важно чувствовать себя значимыми. Музыкальное сопровождение также очень дети любят. Процесс рисования пластилином может сопровождаться познавательными моментами, которые пробуждают у детей интерес к теме рисования. Загадки, стихи, сказки, рассказы, беседы. Паузы также использую. Физминутки, дидактические игры. И, кроме того, важно живо, эмоционально объяснять детям способы действий и показывать приемы изображений. И работа с детьми строится в совместной деятельности с детьми. Например, в вечернее время, в различных формах организации. Например, игра путешествия, путешествие в страну пластилинию. Или создание коллекции цветов в подарок. Или мастерская, например, по изготовлению продуктов детского творчества. Или вообще лаборатория по чемучке. И в качестве итоговых мероприятий можно использовать выставки в группе, выставку в холле дошкольного образовательного учреждения. Вот, да, спасибо огромное за то, что поделились опытом. Лаком можно покрыть. Да, блеск красиво будет. И ты плюс прочно. И можно отдавать, например, это домой родителям, чтобы они повесили на стене или еще где поставили, чтобы дети любовались. И в дальнейшем для них это тоже стимул к дальнейшему творчеству. В качестве методической литературы можно использовать пособия пластилинография для малышей, пластилиновая живопись и другие. В электронном виде есть эти книги. Пройдя по ссылке, которую я выкладывала, и Татьяна Викторовна еще раз тоже продублирую чуть попозже. И, пройдя по этой ссылке, вы можете скачать дополнительный материал для своей работы. Кроме того, вы, пройдя по ссылке, найдете примерные конспекты занятий, варианты заготовок для пластилинографии. Вот, спасибо, Татьяна Викторовна. И занятия пластилинографии широко используются в дошкольном образовательном учреждении, а также в студиях детского развития. Польза от таких занятий заключается в комплексном развитии психических процессов. Малыш усваивает сенсорные талоны. У детей развивается познавательный интерес. Расширяется кругозор ребенка. Что еще? Мелкая моторика совершенствуется. Малыш осваивает правила работы с различными инструментами, пластичным материалом. Здесь же идет стимуляция речевых центров. Почему тоже важно заниматься пластилинографией. У детей развивается наблюдательность. И создаются условия для развития воображения и творческой самореализации детей. Совместные занятия пластилинографии гармонизируют детско-родительские отношения, позволяют сделать семейный досуг разнообразнее. То есть мы можем с вами и родителям предлагать этот вариант приятного и полезного времяпрепровождения дома вне посещения дошкольного образовательного учреждения. Такие занятия полезны детям с различными нарушениями в развитии. В игровой форме они позволяют решать задачи коррекционной работы. Если приучать ребенка самостоятельно готовить рабочее место, прибираться на столе после завершения работы, то с помощью пластилинографии можно развивать такие качества у детей, как аккуратность, последовательность, трудолюбие. Когда ребенок видит, что взрослые, родители в том числе, радуются его успехам, он обретает уверенность в себе, старается справиться с поставленными задачами. И вообще техника пластилинографии в лепке уникальна. Дети с удовольствием придумывают новые, интересные темы для картин. Используют в своих работах разные приемы лепки. Успехи вызывают у детей желание создавать композиции в собственном самостоятельном творчестве. Спасибо вам огромное за внимание, за ваши прекрасные отзывы. Мне очень тепло. Спасибо за вашу отзывчивость. Очень для меня это важно, ценно. Еще раз вам спасибо огромное.